Бывшие владельцы ЮКОСа могут праздновать победу, по крайней мере моральную. Международный арбитражный суд в Гаге обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Однако чем реально может обернуться постановление? Глава российского МИДа Лавров уже заявил, что Москва подаст апелляцию, а эксперты говорят, что ухватившись за процессуальное нарушение, России, вероятно, удастся значительно снизить сумму выплат. Однако и затем акционеры ЮКОСа смогут лишь отыскивать активы российского государства за границей и по каждому отдельному доказывать, что он находится в собственности России. Весь аппарат российского государства был брошен на борьбу с ЮКОСом и его собственниками. Целью являлось банкротство ЮКОСа и устранение Михаила Ходорковского с политической арены. Это не я сказал, а трибунал. Крупные корпорации, в частности Роснефть, в которую были включены активы ЮКОСа, уже заявили, что не видят для себя угрозы в решении арбитражного суда в ГАГе, так как все свои приобретения делали законно. Многие в Москве усматривают в постановлении политический подтекст. Безусловно, это решение политическое, это решение беспрецедентное. И, по всей видимости, оно является частью тех политических, экономических санкций и давления, которые Запад стремится наложить на Россию. Сам Михаил Ходорковский сообщил, что удовлетворен случившимся, однако напомнил, что не был инициатором процесса и в любом случае не получит никаких денег.